МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Под Барнаулом фура протаранила легковушку и влетела в придорожное кафе. Двое погибших водитель фуры чудом жив. Алтайский край кормит больше ста стран мира. Алтайские продукции и сырья говорят, что чистота, качественная. А когда жители региона увидят на столе отечественный продукт? И почему трудно выйти в сеть? Сергей Шубенков завоевал серебро на чемпионате мира в Дохе и побил рекорд. Это четвертая медаль в чемпионатах мира подряд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди участников страшной аварии на трассе Барнаул-Новосибирск были жители Алтайского края. Оба погибли на месте накануне в Тальменском районе столкнулись фура и легковой автомобиль. После удара грузовик отлетел в придорожное кафе. Здание загорелось. Подробности у Ирины Корчагиной. А этот живой на фуре-то нет? Он полуживой ходит. Ё-пара-с-э-тэ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосибирские номера фуры, которая влетела в придорожное кафе. Хорошо, что здание уже несколько лет пустует. Иначе жертв могло быть еще больше. По предварительной версии ГИБДД водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. В Тойоте Раум ехали мужчина с 77 лет и женщина с 49. Оба жители Алтайского края. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Тойота, женщина с 49 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Также пострадал водитель грузового автомобиля. 64-летний водитель фуры успел выскочить из горячего автомобиля и чудом остался жив. В ГИБДД сообщают, что на момент аварии он не был пьян. Сейчас проводится расследование, выясняются все обстоятельства трагедии. А тем временем на этом месте в Тольменском районе заканчивают ремонт дороги. В ноябре здесь наконец-то появятся 4 полосы, которые, возможно, спасут не одну жизнь. Ведь вылетать на встречку уже не придется. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Что делать производителям края, чтобы продвинуться на российские и мировые рынки? Обсуждают сегодня участники форума «Алтай Прот Маркет». В этом году компаний более 70, в том числе эксперты из Москвы и Вьетнама. Предприниматели ищут пути сбыта продукции и проводят переговоры с потенциальными закупщиками. Почему одни товары представлены на полках крупных торговых сетей, а другие нет, выясняла Евгения Даровская. Алтайские производители кормят жителей более 100 стран мира. Например, в прошлом году наш регион сохранил первое место в России по производству сыров – 64 тысячи тонн. Небольшой новоалтайский завод, который представляет Татьяна, внес свой вклад в этот показатель. Продукт необычный, говорят, вкусный, но не дешевый. Ведь на полку в крупную торговую сеть попасть без накруток менее 30% рассказывает невозможно. Сложность заключается именно в том, что мы новое предприятие, и большинство федеральных сетей не берут на полку продукция, которая на рынке существует меньше года. Поэтому приходится заходить через известные бренды, а это плюс к цене, или кормить соседние регионы и все ту же за границу. С одной стороны, экспорт. Он вырос на 20%. Но задумайтесь, в крае 42 организации производят масло, 72 молоко, а на полках в крупных торговых сетях алтайского в разы меньше. Зато немало молока и сыра из европейской части страны. Очень хорошо. Называйте меня Джеки Чан, шутит при знакомстве гость из Вьетнама по фамилии Чан. Он приехал за новыми контрактами. Говорит, в их стране алтайское – знак качества. О том, что товар высокого качества, теперь можно понять по знаку «плюс 100 к здоровью». Им уже отметили более 200 наименований наших продуктов. Все прозрачно и бесплатно заверяют в Управлении пищевой промышленности. Чтобы получить знак, достаточно документов, подтверждающих высокое качество. Для производителей продуктов питания из района в крае – это шанс. Это точно нам поможет увеличить продажи. Сейчас тенденция идет здорового питания, тенденция идет здорового образа жизни. Поэтому нам не стыдно за свою продукцию. Мы его получим. В течение дня предприниматели участвовали в торгах, проводили переговоры с оптовыми компаниями и крупными сетями и обсуждали, как получить поддержку, чтобы качественные алтайские продукты знали жители не только всего мира, но и нашего региона. Евгения Даровская, Александр Антропов. День с толком. Историческое здание бывшей конторы купца Морозова должны восстановить за полтора года. Оно сгорело в прошлом году. Решение вынес Центральный районный суд Барнаула. Об этом нам сообщили в Алтайохранкультуре, ведомстве, которое и обращалось в суд. Напомним, в январе 2018-го деревянное здание с более чем столетней историей сгорело почти целиком. Контора являлась и по закону до сих пор является памятником регионального значения. Значит, собственники, два барнольдских бизнесмена должны были приступить к восстановлению здания. За целый год они даже не начали работы. Поэтому Алтайохранкультура обратилась в суд. Суд обязал в течение четырех месяцев провести проектные работы, противоаварийные работы и в дальнейшем в течение полутора лет выполнить воссоздание объекта. Ответственность за бездействие в данном случае, она не только ограничивается административными и какими-то финансовыми наказаниями в виде штрафов, но и предусматривает уголовную ответственностью. Реакция собственников пока неизвестна. Ранее один из них говорил о том, что поиск инвесторов для восстановления затянулся. Даже примерные суммы на разработку проекта реставрации и сами работы могут достигать десятков миллионов рублей. В Октябрьском районе активистка обустроила комнату здоровья, которую местные жители могут посещать бесплатно. Проблема одна – они вынуждены ютиться в тесноте, ведь желающих потренироваться все больше. Как решить проблему и кто поможет, расскажем в сюжете. Татьяна Колотилина – председатель территориального общественного самоуправления «Тимуровский». Ее трудами в ТОСе появились массажеры и тренажеры – полноценная комната здоровья для жителей микрорайона. Клубы все стали платные, те же самые тренажерные залы, какие-то куда-то пойти, куда пойдет. Человек стесняется в возрасте куда-то пойти. А здесь они более-менее одного возраста. И стараешься вот их досуг улучшить. Для пенсионеров все бесплатно, потому что Татьяна неустанно участвует в грантовых конкурсах. Конкуренция серьезная, но она выигрывает. Несколько грантов от городадминистрации, спонсорство различных фондов. А сейчас она нацелена на президентский грант. В последнее время она выиграла грант на 500 тысяч, приобрела вот это оборудование, так сказать. И сейчас у нас, конечно, сюда приходят не только эти люди, которые относятся к нашему ТОСу. Приходят абсолютно все, абсолютно много. Даже слишком много. Так что здесь уже становится тесно. Чтобы расширить пространство, Татьяна объединила разные силы. Само помещение выделила администрация города. С ремонтом помогут депутат гордумы Светлана Бачкова, строительная компания «Союз», управляющий компанией «Крона» и «Октябрьский». Первостепенная задача – окна. На их замену и установку требуется несколько десятков тысяч рублей. За поддержкой Татьяна обратилась к депутату Государственной думы Александру Прокопьеву. Депутат решил помочь и выделить средства на окна. По его словам, подобные инициативы необходимо поддерживать и поощрять. Действительно, ТОС Тимуровский за это время стал такой точкой притяжения для целого района, не только для тех людей, с кем она лично знакома. И действительно, у ней всегда активная жизненная позиция и всегда в наличии замечательной идеи. Поэтому, на мой взгляд, именно таких людей нужно сегодня поддерживать. К концу осени обновленное и теплое помещение уже откроют. И, видимо, на этом Татьяна не остановится. Все ради людей. Илья Кочетков, Андрей Дреер, Николай Шилко, Алексей Фризин. День с толком. Полицейские нормативы выполняют студенты технического университета. Бойцы службы безопасности политеха сдали специальный зачет. Зачем – расскажем далее. Приемы борьбы, гири, отжимания, даже челночный бег – все это полицейские спортивные нормативы. Наравне с правоохранителями их выполняют и студенты, если числятся в службе безопасности вуза. В этом положении он полностью обездвижен и не может сопротивляться. Если даже преступник начнет сопротивляться, проявлять какую-то агрессию, мы просто маленечко приподнимаем, и то есть он чувствует боль и перестает двигаться. Расклад, конечно, маловероятный в стенах вуза, но таков зачет. В политехе его сдавали 20 человек – и парни, и девушки. Помимо охраны в политехе, которая существует у нас, им же нужны помощники, которые в течение учебного процесса могут следить за порядком на переменах, на каких-то мероприятиях. То есть порядок всегда должен быть. Они зачастую пресекают правонарушения, которые совершаются на территории общежитий университета, потому что сами знаете, студенты – народ молодой, горячий, и бывает их поведение выходит за рамки, а они дежурят там и пресекают эти правонарушения. Студенческая служба безопасности следит за порядком уже 15 лет. Половину из них студентов напрямую курируют полицейские, помогают тренироваться и решать спорные ситуации. Берут в отряд лишь самых спортивных. И в этот раз зачет получили все. Илья Кочетков, Полиножданова, День с толком. В Барнауле пытаются собрать 18 миллионов рублей на спасение двухлетнего Тимофея. У ребенка онкология, нейробластома третьей стадии из четырех возможных. Но шансы на жизнь у него есть, и мы можем помочь. Как это сделать в сюжете Дарьи Эйдемиллер. Справляемся. Тимофей справляется. Он очень сильный. Я думаю, у нас все получится. Каждый день папа Андрей просыпается в пустой квартире. Его жена и маленький сын Тима не были дома с апреля. Весной обычно озорной и активный Тимофей заболел. У него не было сил даже дойти до детского сада в соседнем дворе. Анализы, выяснения страшного диагноза, нейробластома левого надпочечника. Госпитализация в московский исследовательский центр Дмитрия Рогачева. А там борьба с опухолью объемом больше литра. К счастью, удачная. Операцию сделали после пятого курса химии и терапии. Операция была сложная. Врачи-хирурги Дмитрия Рогачева сказали, что операция хоть и сложная, но Тимофей молодец. Малыш и правда молодец. Тогда опухоль удалили практически полностью. На тот момент врачи давали 70% выживаемости. Этот показатель увеличили, пересадив Тимофею его здоровые стволовые клетки неделю назад. Сейчас малыш восстанавливается. Гораздо ему лучше сейчас. Все постепенно, постепенно это все. С аппетитом опять плохо. Хочет кушать, начинает кушать, тошнить начинает, допустим. Вот такие. Андрей надеется, что к концу октября вся семья будет в сборе. Но это еще не конец. Шансы на рецидив высоки. Уменьшит их иммунотерапия. Процедура, которая помогает организму бороться с раковыми клетками. И семье уже готовы помочь в Германии. Терапия стоит баснословных денег. 18 миллионов рублей. Но для семьи, в которой папа обычно участковая, а мама медик-координатор, это неподъемная сумма. А мы все вместе способны помочь Тимофею выжить. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком. Обновленную «Калину красную» показали на Венецианском кинофестивале. В честь 90-летия Василия Шукшина комиссия выбрала картину для показа в ретроспективной программе. Ну, Георгий, расскажи, значит, про себя. Прямо как на допросе. Перед повторным прокатом картину нашего земляка отреставрировали в Мосфильме. Провели цветокоррекцию, стабилизировали изображение и улучшили фонограмму. На фестивале кинокартину 1974 года увидели в 4К. «Калина красная» – последняя работа Василия Шукшина, снята им по одноименной повести. Главные роли в фильме исполнили сам Шукшин и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. В год выхода кино побило все рекорды просмотров в Советском Союзе. Наш земляк, известный легкоатлет Сергей Шубенков, завоевал серебро на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Катаре. Забеги финала его время составило 13,15 секунды. Шубенков немного уступил американцу. Это четвертая медаль чемпионата мира подряд, и она, по словам Сергея, дорогого стоит. Так он сказал в интервью одному из федеральных каналов. Кстати, спортсмен долго восстанавливался после травмы. Мы созвонились с тренером Шубенкова Сергеем Клевцовым. Он признался, что результатом доволен. Хотя на тренировках в Адлере его подопечный бегал и побыстрее. Сергей Клевцов отметил, что чемпионат мира в Дохе для Шубенкова – незаключительная точка сезона. В конце октября его ждут всемирные военные игры в Китае. На сегодня это все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и хороших вам новостей. Продолжение следует...